Газпром намерен продолжить научно-техническое сотрудничество с томскими предприятиями. Реализацию очередной дорожной карты сегодня обсудили заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов и губернатор Сергей Жвачкин. Стороны взаимодействуют 8 лет по трем основным направлениям. Это научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, испытания нового оборудования и содействия в продвижении продукции. За это время холдинг закупил местные высокотехнологичные продукции уже более чем на 20 миллиардов рублей. Среди партнеров газовой компании 12 томских предприятий, в числе которых Темс, Микран, Монотом, Элисы, Элкомплюс, СИП-кабели и другие. И это стало ощутимым вкладом в политику импортозамещения. Приглашаю вас продолжить вот этот диалог. Мы готовы показать еще наработки, которые есть у нас в Томске. И даже в кризисном прошлом году наша обрабатывающая промышленность добилась достойных результатов. Но не буду повторяться, вы все это знаете о том, что наши ведущие университеты, академические институты, на основе которых мы создаем сегодня большой университет. И как раз задача большого университета это не просто обучение студентов, а усиление интеграции с крупнейшими российскими компаниями. Томское оборудование было максимально задействовано при строительстве силы Сибири. Магистральный газопровод, связывающий Якутию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, был открыт в конце 2019 года. И Газпром нацелен привлечь Томичей еще к двум масштабным проектам. Это строительство западной ветки силы Сибири-2 через Монголию в Китай, а также технологии добычи углеводородов под водой, разработанной газовым холдингом. Это совершенно другой технологический уровень, наверное, развития связанных, ну, наверное, сравнить можно было с космическим, наверное. Потому что под водой без людей должна быть очень высокая надежность работы всех систем. Поэтому думаю, что тот задел, который был создан, возможно применить и на этот проект.